Добрый день. Сегодня мы говорим о идентификации мишеней в опухолях. Речь идёт не просто о каких-то исследованиях, а о диагностике, которая направлена на то, чтобы подобрать персонализированное лечение каждому пациенту. На самом-то деле много говорят про молекулярные мишени, несмотря на то, что первые молекулярные мишени появились четверть века назад, такие, как, например, амплификация гена ХЕР-2, тростузумаб, или даже раньше рецепторы эстрогенов, томоксифены и так далее и тому подобное. На самом-то деле, несмотря на то, что с молекулярной терапией связываются большие надежды, это считается перспективным методом работы. В общем-то, посмотрите, вот этот слайд. Я впервые его формировал лет 10 назад, и, честно говоря, он мало видоизменяется. Практически всё, что нужно с точки зрения мишени, до сих пор помещается на одном слайде, и, честно говоря, я тут не вижу больших перспектив для расширения. Но, правда, здесь есть нюансы. Есть достаточно простые тесты, когда, ну, всё понятно, мы нашли алк-транслокацию, назначили алк-ингибитор, нашли РОС-мутацию, назначили РОС-ингибитор, всё понятно. А есть комплексные тесты, так называемые интегративные тесты, где учитывается полная характеристика, комплексная характеристика опухолевого генома. Я немножко поподробнее на этом остановлюсь. Всё-таки, несмотря на кажущуюся простоту этого списка, молекулярная диагностика наука достаточно сложная, потому что на самом-то деле проблема заключается в том, что у нас мишени ограниченное количество, но вот поиск нарушений в них, он связан с достаточно большими трудностями. Ну, у нас, например, посмотрите, АЛК-рецептор. Там много довольно ингибиторов. Но, допустим, если при опухолях лёгкого или при воспалительных миофибробластомах мы ищем транслокации, то при нейробластоме детской опухоли надо искать мутации. Лекарства более или менее одни и те же, но при этом способы диагностики, платформы диагностики, они достаточно здорово различаются. То же самое касается и ред ингибиторов. Для опухоли лёгкого это преимущественно транслокация. Для опухоли щитовидной железы целого ряда медулярных карцином. Это преимущество точковой мутации. Сложно это области, где надо ориентироваться в комплексе, потому что названий знать мало. За этими названиями стоят совершенно разные технологии. Другое расхожее мнение. Многие полагают, что подобные тесты используются только для дорогостоящей таргетной терапии. Это немножко несправедливо, потому что на самом-то деле, когда мы говорим использование обычной цитостатической терапии, там тоже нужны молекулярные тесты, но при этом, к сожалению, они меньше востребованы, потому что в отношении цитостатической терапии нет такого внимания. Со стороны фарминдустрии здесь намного меньше выполняется исследований. Несколько примеров, как по полноценному исследованию опухоли, так и по организации диагностики. Рак толстой кишки. Про него редко говорят с точки зрения молекулярной диагностики, потому что на слуху только тесты на мутации раз, а на самом-то деле, когда мы говорим о полноценном обследовании пациента, если к вам попал пациент с раком толстой кишки, вы должны сделать достаточно ёмкое исследование. Это полный анализ двух генов КРАС и НРАС, анализ активирующих мутации в онкогене БИРАВ, микросателитная нестабильность и активация гена ХЕР-2. Все эти тесты непосредственно влияют на лечение пациента. Самое важное, это, конечно, мутация в гене РАС. В чём заключается драматизм ситуации? Если в опухоли действительно нет мутации в генах РАС и РАВ, то эти опухоли действительно очень хорошо реагируют на назначение ИГФР-антител, панитумумап или цетоксимап. Но если тест выполнен плохо, вы думаете, что в опухоли мутации нет, а на самом деле эта лаборатория ошиблась, и она эту мутацию просто не нашла, то происходит катастрофа. Вы думаете, что вы назначаете таргетную терапию, а на самом-то деле ошибочное назначение панитумумап или цетоксимаба РАС мутированным опухолем приводит к тому, что у вас ускоряется рост опухоли. На самом-то деле полный анализ пятигенов – это очень сложная задача. И вот посмотрите, я с удовольствием показываю наш опыт. У нас, посмотрите, исследование, в которое включено 8355 пациентов. Самое важное, посмотрите, если правильно делает, 5% НРАС, 7% БИРАФ. Получается, что у вас вообще-то негативные опухоли, которые действительно следует лечить и GFR-дегибиторами, их всего 30%. И еще помним, что для БИРАФ, для микросателитной нестабильности и для КЕР-2, а это в совокупности большой процент опухолей, имеется хорошая эффективная таргетная терапия. К вопросу об организации. У нас колоссальное достижение, что у нас, если к нам попадают пациенты с раком толстой кишки, мы делаем абсолютно полный тест, все 5 позиций. Сейчас медиана выполнения этого теста всего 8 дней. То есть за 2 недели мы максимум отдаем все препараты, которые к нам попали. Посмотрите, на всякий случай, здесь мои контактные данные, эти контактные данные будут повторяться. Если... у вас появилось желание с нами работать, мы будем очень рады. Это все абсолютно бесплатно. Все это покрывает ОМС и всюду наша курьерская доставка. То есть вам только подготовить документы и образцы для тестирования. Более известна ситуация с раком легкого. Здесь диагностика ничуть не проще, ничуть не сложнее, чем при раке толстой кишки. Здесь просто уникальная ситуация, когда существует несколько разновидностей мутаций при раке легкого. И для каждой из этих мутаций есть современные препараты. Получается, что на сегодняшний день у вас, когда мы говорим о диагностике рака легкого, то с малого материала, с биопсией, за те же 2 недели вы должны сделать исчерпывающий спектр тестов. Посмотрите, ИГФ, есть частые мутации, к которым привыкли. Есть редкие мутации, тоже активирующие, они тоже чувствительны к ингибиторам ИГФР, просто там цифры немножко другие, которые непривычные. А вот этих редких мутаций 10%. И есть инсерции в их зоне 20, где появился сейчас препарат в расширенном доступе. Их примерно 2%. Вот и получается, что даже одна единственная мишень, тест, в общем-то, достаточно сложный, потому что вам надо и старые мутации искать, и новые мутации, и совсем новые, где другие препараты. Транслокации. АЛК, РОС, РЕД. У них высокая частота, в совокупности, это почти 10% пациентов с транслокациями. Очень важно правильно организовать поиск транслокаций, потому что именно при транслокациях феноменальное увеличение продолжительности жизни. Ну, например, для новых ингибиторов АЛК на самом-то деле медиана общей продолжительности жизни в исследованиях не достигнута, потому что пациенты живут настолько долго, что невозможно просто посчитать этот показатель. А для старых показателей, полученных 10 лет назад, медиана продолжительности жизни для метастатического рака 7,5 лет. Согласитесь, это очень много. Относительно новые мутации. Активация гена МЕД, мутация, 2,5% случаев, а среди пожилых пациентов это 7-8% случаев. Активация гена ХЕР-2, очень часто мы видим эти нарушения, появился сейчас препарат частота, 2%. Вот и получается, что все эти тесты, которые я перечислил, они все действительно очень нужны. Ну, опять же, у нас колоссальное, в общем-то, достижение, что все это делается в рамках ОМС, все это делается бесплатно. И сейчас, посмотрите, если к нам попадает образец рака легкого, мы все эти позиции выдаем в течение двух недель. Если не нашли мутации, тогда иммуногистохимия, если есть направление ОМС, делаем тест ПДЛ-1. Ну, посмотрите, ну вот здесь сводная таблица. Частота ожидаемой мутации, наличие лекарственных препаратов, обратите внимание, в некоторых случаях даже дженерики есть. То есть эта терапия перестала быть дорогой. А здесь у нас прибавка продолжительности жизни. Ну, согласитесь, в общем-то, с учетом того, что это все равно единичные пациенты, очень здорово, что подобная медицина, она сейчас стала действительно абсолютно доступной. Более сложные, это так называемые интегративные тесты, когда нам надо оценить статус генома в целом и тоже попытаться обнаружить мишени, которые помогут нам лечить пациента. Интегративных тестов три. Микросателитная нестабильность, дефицит гомологичной рекомбинации ДНК и совокупная мутационная нагрузка. Я понимаю, что все за 15 минут не скажешь, сознательно заострил внимание только на вот этом тесте дефицит гомологичной рекомбинации ДНК. В чем смысл этого теста? Посмотрите, в клетке могут возникать двунетевые разрывы ДНК, разрывы хромосом. Если клетка нормальная, то у нас эти разрывы полностью восстанавливаются. Что получается? Вот посмотрите, условно здесь хромосомы выкрашены разными цветами, вот произошли разрывы и механизмы восстановления целостности генома восстановили исходную картинку. Целый ряд опухолей, в первую очередь БРК-дефицитные опухоли, но не только, и БРК-подобные опухоли, характеризуются интересным явлением. Это дефицит восстановления двунетевых разрывов ДНК. Восстановление происходит, но оно происходит неправильно. Вот посмотрите, вот у нас исходный цвет хромосом, вот произошли разрывы, и вот посмотрите, у нас в результате попыток клеток адаптироваться к подобным воздействиям хромосомы стали разноцветными. Это означает, что разорванные участки ДНК соединяются неправильно. Вот это нарушение характерно для опухоли, где есть термин HRD homologous repair deficiency, дефицит гомологичной рекомбинации и ДНК. Ну, на самом деле задача какая? С одной стороны, выявить эти опухоли, которые характеризуются тем, что они не могут восстанавливать двунетевые разрывы, а с другой стороны, правильно назначить терапию. И здесь, что удивительно, что как и новые препараты, ну, парп-ингибиторы, таргетные препараты, которые хорошо известны, так и старые препараты, производные платины, цисплатин, метамицин, циклофосфамид, они отличаются одинаковым примерным механизмом. Это все препараты, которые индуцируют двунетевые разрывы ДНК в надежде, что опухолевая клетка отличается от нормальной и не справится с восстановлением этих разрывов. Самый простой способ выявления опухолей с дефицитом гомологичной рекомбинации ДНК – это БРК-тест. Опять же, надо понимать, что сейчас мы, как референс-центр, вправе обслуживать всю страну, и у нас четыре позиции, которые покрываются ОМС. Все, что нужно. Это рак молочной железы, рак яичника, рак простаты и рак поджелудочной железы. Опять же, все эти тесты покрываются ОМС, и надо понимать, что когда мы находим эти мутации, это не только на лекарственную чувствительность, это на наследственные раки. И если мы нашли мутацию у пациентки, то мы в таких случаях бесплатно за счет своих ресурсов продолжаем работу с этой семьей и бесплатно обследуем всех родственников носителя мутации. Но помимо непосредственно теста на БРК есть другая разработка, где наша задача выявить не только истинные наследственные опухоли, но выявить ненаследственные, обычные спородические опухоли, которые по своему спектру лекарственной чувствительности идентичны опухолям с БРК мутацией. Здесь делается очень сложный интегративный тест, который оценивает в целом состояние всего генома, это фактически сканирование всех хромосом. И фактически что этот тест обнаруживает, правильно ли клетка восстанавливает двунетевые разрывы ДНК или неправильно. Если признаки неправильного восстановления, будет чувствительность с парк-ингибитором, будет чувствительность к производным платины. Что очень важно, что эта разработка, она прекрасно, на мой взгляд, клинически валидирована, и она патентно чистая, то есть в данном случае это наша собственная технология, которая имеет абсолютное право на существование и на медицинское использование. Референс-центры. На самом-то деле очень важное организационное действие Министерства здравоохранения трехлетней давности, когда огромное количество диагностических мероприятий, где нет необходимости в поездке пациента в очные консультации, перевели в заочный формат дистанционный. Что сюда входит? Телемедицинские консультации, когда просто нужно посоветоваться, дистанционный анализ лабораторных, извините, оговорился, дистанционный анализ результатов лучевой диагностики и, конечно же, лабораторная диагностика. Мы очень рады работать как референс-центр, мы берем без ограничений все, что нужно и на морфологическую диагностику, и на молекулярную диагностику. Тут есть очень важные нюансы. Мы стараемся быть очень удобными в плане сервиса, в частности, у нас собственная курьерская доставка. Мы присылаем курьера, и мы курьерской почте отвечаем по электронной почте. То есть у нас здесь все работает не хуже, чем в частных клиниках или не хуже, чем у интеграторов. Еще одна очень важная деталь. Дело в том, что те тесты, про которые рассказываются и которые делаются за счет государства в рамках ОМС, они подразумевают назначение зачастую дорогостоящих препаратов. Что очень важно, к нам очень часто обращаются различные так сказать организации, которые специализируются на злоупотреблениях. Что они говорят? Спасибо, вы делаете тесты по ОМС за счет государства, но нам очень хотелось бы знать, а где появились пациенты, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. Это очень поможет знать, где находятся пациенты, которые нуждаются в том или ином дорогостоящем препарате. Мы на подобные контакты категорически не идем, потому что есть железное правило. Если у нас медицинское учреждение и государство является заказчиком теста, то мы результаты возвращаем только в это учреждение. Это принципиальная позиция, она полностью соответствует законодательству, надо понимать, и надо понимать, что если вы с нами работаете в рамках ОМС, то здесь полная сохранность данных, результаты получаете только вы и никакие другие заинтересованные стороны. Я хочу подчеркнуть, что мы очень много делаем в рамках научных исследований. Все-таки наша главная миссия это научные исследования для практической медицины, трансляционной медицины. Я здесь буду очень рад различным контактам. И завершающий слайд. Посмотрите, сейчас популярное направление, когда нужно взять опухоль и выявить все мутации, все мишени. Это называется геномное профилирование. У нас здесь тоже есть свои разработки. Посмотрите, вот этот чудо-тест, который определяет все возможные мутации и привычные гены GFR относительно новые, как, например, гены ADH1, ADH2, где только появляются препараты. Здесь не только точковые мутации, но увеличение копийности генов, амплификация, как, например, в случае RBB2, HER2. Этот же тест подразумевает анализ микросателитной нестабильности. Этот же тест подразумевает анализ основных транслокаций, и этот же тест подразумевает анализ совокупной мутационной нагрузки. Это тест, который очень часто востребован для иммунотерапии. Большое спасибо за ваше внимание.